Утро, ребятки! Сегодня у нас влог начинается с очень хорошей погоды но мы ушли на карантин конечно же, больше я уже ездить никуда не буду у нас закрылись все гостиницы вроде такой указ был не знаю, насколько это правда погода сегодня очень хорошая а мы... я пеку блинчики и хочу сделать этот... а, сниму, сниму! он показывает вам носочки какие у него с василька и этот... Илюшка сейчас с Тёмкой творогом сделаю со сметаны, с сахаром свежий и блинчики такой вот у нас будет завтрак ну что, вкусно? вкусные блинчики получились? Илюш, вкусно? а? что вы молчите? Тёмка облизывается, значит вкусно представляете, Илюшка вот ест творог молодец а Тёму не могу заставить говорю, Тёма творог это полезно, сынулик а он нет ни в какую, ребят не хочет никакие твороги я, кстати, сама творог такой, знаете, люблю могу там, ну как, не прям вот прям любительница но я знаю, что его нужно покушать да, там кальций и туда-сюда и я себя иногда заставляю там или сырник, или запеканку что-то поесть а Тёмку пока не могу ну Тёмка иногда сырники, кстати, кушает да, Тём? ты же, кстати, кушаешь, да, сырнички? любишь? в садике кушал, когда давали в садике сырнички? да? ну и сладенький, кушай Илюшка творог кушает бери, бери ещё блинчик я практически всё её молодец, ты вообще у меня молодец это Тёма у нас избирательный парень, да? Илюша и суп ой, всё, всё, обиделся всё, прости, 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 ты хороший ой, кушай, зай ну всё, мама пошутила так, ну что, ребят первая, первая, первая помывка посуды сегодня, завтрак пошла вперёд мне кажется, что некоторые меня спрашивают Доля, у тебя же посудомойка девчонки, она у меня скоро просто сгорит если я буду постоянно, да? по обеду всё не знаю я мне иногда легче помыть но сейчас сегодня поставлю сейчас посудомойку потому что не хочу с утра это всё вымывать ставлю посудомойку вот, мальчишки поели, пошли играть сидим дома погода обалденная но мне нужно сходить сейчас сюда вниз в магнит, потому что у меня нету чего-то у меня закончилось что-то я хотела, наверное, купить девочки, фрукты бананы хочу, апельсины что-то взять потому что, ну выйду, выйду потому что здесь магнит у нас внизу близко и хочу в аптеку сгонять, купить тут говорят, привезли маски у нас нигде нету масок пойду, наверное, за масками схожу потому что, на всякий случай вот так, в магазин выйти тоже буду лучше маску одевать так что вот такие вот дела так, всё покормила всех девчонки, посуду помыла поиграла уже с Илюшкой знаете, во что играли? вспомнила игру помните, мы играли называлась «Города» когда пишешь домашний обиход имя, там, вот это всё короче, с ними поиграли Илюшка, конечно, медленно играет но я его ждала, конечно же вот, сейчас решила сделать масочку им включила «Джуманджи» девчонки, подключила все сервисы и Ока, и Иви всё подключила чтобы они лишь бы никуда не просились не выходили конечно, тяжело тяжело у нас ещё места, видите, мало но я всё равно детей на улицу вывожу так, буквально на 10 минут буду выводить сейчас им пойду маски куплю маленькие тут у нас в аптеке я видела пусть выходят как это, без улицы? нет, без улицы никак нельзя чуть-чуть, 10 минут людей, где нету они будут гулять даже могу перчатки им одевать чтобы руки, знаете, не пачкали гулять по-любому будут потому что дети когда без воздуха это ещё больше будет вирусов чуть-чуть буду выводить на гулянку сейчас, кстати, делаю маску ну, как на гулянку около дома рядом с домом просто вышли, побегали попрыгали, пришли и, этот решилась сделать масочку нужно же себе чуть-чуть хоть как-то настроение поднимать на самом деле настроение ужасное ну, как ужасное? девчонки, да, конечно, ужасное сейчас мама звонила мне она, бедолага, сидит в Уфе у них пока она не может вылететь она говорит я хочу домой она уже бедная плачет представляете не могу вылететь до пятого я, говорит, наверное, не приеду она ещё, знаете, что затеяла там зубы делать ну, как зубы там дешевле у неё подешевле, чем в Сочи поверьте мне она ей должны мост врачи начали делать а сестра её Зульфия она работает в поликлинике она уже, говорит уже замерили всё, сейчас до пятого закрылись они она не может выехать ждёт ну, ей должны коронку сделать короче, вообще ужас она там бедолага сидит говорит Оля, я как я хочу домой ужасно вот и папу, говорит, жалко блин, бедный сидит там ну, нет, я завтра тоже к папе поеду хочу ему и постельное поменять знаете, убраться опять чуть-чуть приготовить что-то папе тоже, говорю сиди дома никуда не выходи бабушка наша та уж сидит и то дома ну, короче, вообще жесть жесть на самом деле я вам говорю, что не думала, что до такого всего дойдёт у меня, конечно, было всё попроще как-то мне всё не так это раньше казалось сейчас намного всё страшнее конечно же очень переживаю очень переживаю девчонки давайте, правда будем беречь друг друга будем сидеть дома у нас, конечно вот мы, когда недавно были да, отдыхающих куча гуляют все я смотрю инстаграм сторисы у меня и подружки смотрю, ну, которые со мной учились с Ростова все отдыхают на Красной Поляне ну, короче, вообще люди ничего не боятся я бы, конечно, сейчас бы, вот именно в данный момент посидела бы чуть-чуть дома я, правда я сначала как-то скептически да, нет сейчас, правда ушла на карантин девчонки всё сидим-сидим дома выдумываем что делать что готовить сегодня я сижу уже думаю какой пирог испечь девчонки детей надо чем-то кормить не всё едят ну, супы у нас всегда в обед суп с утра у нас или что-то такое нормальное вкусное ну, там я имею в виду какой-то молочный супчик туда-сюда а на вечер сегодня я, наверное, плов сделаю потом мне ещё написали про этот Макдональд господи написали вы склонны вы склонны зачем вы детей кормите девчонки они кушают Макдональдс максимум Тёма ест картошку которую он там пачечку эту не доедает Илюша съедает макчикен это которая булочка с курицей вот эти вот люди которые питающиеся травой пожалуйста с моего канала мне не надо меня учить я детей нормально кормлю прекрасно они всегда едят суп они едят творог я им пытаюсь давать все полезные продукты но иногда они не обходятся и без Макдональдса и без хорошего бургера не за 100 рублей я им покупаю хорошие бургеры и это бывает очень ну как бы раз в месяц там не знаю вот эти учить меня что я плохо детей кормлю поверьте все бы мамы так кормили своих детей вот вот это я конечно мне вообще я сразу буду в блог заносить когда мне такое пишут как я плохо детей кормлю я им все что они хотят в плане там что-то такого и фрукты и овощи всегда у них есть и еще не забывайте что мои дети занимаются спортом ну сейчас конечно в карантин мы сидим дома Тёмка у меня вообще дрыжбан я его вообще не знаю как покормить а Илюша кстати будет высокий и широкоплечий красивый парень я уже вижу что у него длинная красивая фигура у него будет вот тем более он занимается хоккеем девчонки вы просто его не видели в плавочках у него все как нужно вот я просто считаю что это вообще на грани фантастики писать про детей какую-то ерунду кто будет такое писать это конечно будут в бане сидеть и навсегда хочу купаться вот он пришел красавчик купаться иди смотри ты же мультик просил меня кино я тебе включила так что ребят вот такие дела пошла сейчас заниматься купаться у нас тема как этот знаете барон мюнхазин он с утра купается в обед он купается он хочет плавать в ванне да тем так что девчонки вот такие вот пироги мы с Тимоном сидим обедаем Илюшка что-то говорит я потом попозже с папой поем а тема кушает свой любимый супчик да тем любишь да зеленый супчик представляете какой ребеночек у меня умничка молодец зеленый супчик кушает девчонки вчера делала этот в садике дают зеленый супчик да в садике дают вот вчера делала торт этот кабачковый такой вкусный кусочек решила тоже поесть уже доедаю и кофеек пью вот Илюш ты папу будешь ждать с папой поешь хорошо тут фиксики у нас фиксики девочки во всех этих мультики везде во всех комнатах я уже все мультики наизусть знаю думаю может здесь порядок навести девчонки уже не знаю чем себя занять сижу думаю что бы сделать так ну здесь у меня в принципе все на местах стоит у меня вот здесь я всегда как бы стараюсь знаете более-менее поддерживать потому что и крашусь и удобно вот кстати недавно была в аптеке мне у меня же вот эта кожа такая да прыщавая чуть-чуть бывает иногда она что-то видимо и девушка там работает посоветовала мне вот этот крем мажу его гистан кстати девчонки кто про него что слышал вроде ничего так проходит кожа моя не знаю насколько она-то правдивая информация но она действительно это подчищает и мне очень нравится у этого крема он очень быстро как скажите впитывается прям и все его нету вообще здорово так кстати у меня есть еще может покрасить себе сейчас наверное покрашу а то стоит здесь кстати вот эта штучка мне вообще не зашла помните я покупала так она и стоит и мне ее выкинуть жалко она стоит вот это масло тоже оно неплохое но его совсем немножко нужно чтобы расчесать волосы так это у меня пенка я вообще не пользуюсь пенкой кстати у меня девочки спрашивали чем я мою голову почему она такая у меня пушистая девчонки мою вот вот он вот он мой диктярный шампунь я другими не пользуюсь и вот этот имбирь беру вот этот вот средство для волос но он знаете мне какая-то девушка написала что он ей не подошел что он жирнит девочки его нужно совсем чуть-чуть он очень такой знаете совсем чуть-чуть тогда хорошо получается это кондиционер для волос и все ребят я не пользуюсь больше ничем у меня очень пушистый непослушный волос и мне вообще другое я ничего не беру вообще даже не пользуюсь вот потом что-то у меня еще спрашивали тональный крем девочки вот он закончился но он очень крутой вообще мне он вот из последнего я им прям довольна это 45 номер это Max Factor попробуйте не знаю он настолько классно матирует не жирнит ничего его на лице не видно главное подобрать хорошо цвет я вот его прям оставила вот он у меня закончился на самом деле он даже уже не брызгает я его оставила для того чтобы купить пойти такой же дальше тени вот эти вот отстойные самые отстойные тени мне они вообще не нравятся но иногда я их крашу мне жалко выбросить потому что они безумно сильно сыпятся вообще у меня такого еще не было чтобы они так сыпались но эти тени прям ужасно сыпятся я пользуюсь вот этими мне нравится NYX они классные вот у меня еще тени сейчас покажу вот эти тоже хорошие они тоже с блестюшками а это ньют вот у меня две ими пользуюсь что еще в принципе тут и убирать у меня нечего все убрано я даже не знаю что здесь убирать девчонки короче вот такие вот дела сейчас накрашу брови покрашу так разделала у меня были бедра девчонки сняла кожу и их помельче порезала хочу такой вот у меня мальчишки не любят с другого вот именно с курицы плов я заметила у нас прям на ура идет и даже честно говоря я понимаю что даже его знаете по-настоящему не назовешь пловом да из курицы ну вот я такой знаете типа каши наверное больше как типа с курицей с лучком с морковкой делаю то что едят дети всегда готовлю для детей а мы уже на втором плане так сейчас борщ уже чуть-чуть осталось это папе муж доест и завтра уже опять нужно варить какой-то или суп или борщ но я вчера курицу купила я вообще в морозильник по максимуму ну как по максимуму что смогла курочки купила купила в агрокомплексе у меня маленькие курочки мне всегда знаете еще удивляет я кстати вот я хочу прямо сейчас показать для тех мадам которые учат меня что ты называешь этих курей корнишоны корнишоны это огурцы вот для мадам которые мне пишут вот видите называются маленькие цыплята называются корнишоны вот просто чтобы вы знали да а то пишут вот учат меня жизни сами не знают а меня учат у нас есть такие женщины мадамы которые меня вот пытаются я где не права я всегда замечаю и прислушиваюсь к вашим советам да а вот это вот знаете когда не знаешь сам лучше промолчать мне кажется и будешь умнее выглядеть вот так девчонки в этом влоге всех всем сказал потому что правда знаете когда я сижу со стороны экрана меня можно как хочешь поливать я же вас не вижу да я тоже буду рассказывать как правильно как неправильно правильно девчонки надо тоже реагировать а то так вообще сделают из меня неизвестно что в жизни конечно бы я ответила так видите вот ну вы меня понимаете так высыпаем сюда мясо сейчас его обжарю потом я туда лук и морковку буду пока будет обжариваться мясо представляете кинулась а у меня черный перец закончился все есть кроме черного перца вот что это такое а девчонки вечно вот так что-то нужно вот купила приправу для фарша что-то я вечно про нее забываю вот так иногда руюсь думаю о у меня и это было у меня то было вот представляете да приправа для холодца хотела холодец свалить на пасху посмотрим это вообще настроение особо не для холодца ладно без перца будет у меня плов натерла морковку картошку сейчас вот эта вот кровь пройдет когда я это все высыпаю и обжариваем все вместе а потом уже в конце рис будет почему ну спой для девчонок спой тема ходит знаете какую-то песню поет давай эй принцесса больше стресса или как или меньше тема на титанике уже тема у меня все песни знает девчонки он такие стихи давай стишок расскажешь давай вот сюда вот садись девчонкам расскажем настроение поднимем давай он про бабушку такой стих знает давай зайка садись рассказывай только громко чтоб все слышали любимая моя чеча 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 чем я папе колюбозь бабочка пишет а бабочки бабочки смелочка моя самая лучшая подружка ты не спеши так никто ничего не поймет ты моя самая любимая подружка дальше забыл мы любимая с бабушкой играем до меня а мамочка и бабочка тоже печать и веселать бабушка научится компьютер подключать бабушка научится компьютер подключать ты скучаешь по бабушке бабушка наша застряла в уфе ждем ее возвращения а еще давай давай погромьте милая мама моя давай давай все за мной милая мама моя как хорошо что ты здесь у меня сейчас окнем мамочка рядом всякий почем ты мой сладкий я эту песню подаю ты мой крошечка моя девочка он так стишки хорошо учит конечно половину вы наверное не поняли но он все классно рассказал мой пенчик я знаю мне надо придумать когда мне было больше семи что ничего купила здесь неправильно вокруг церковь стояли холмы вот ты умница прям средय de EUOTE света тьма превращается в лето умничка молодец кнопочка моя молодец вот так вот у нас получается тут такое пловокаша Каша такая, девчонки, да? Ну, потому что, правда, мальчишки не едят, говядину не любят. От говядины он тёмный становится, и у Тёма вечно воротит лицо, говорит, не хочу. А вот такой с курицей он за милую душу хрумкает этот плов. Вот, я думаю, что прекрасный плов. Так, вот и наконец дошли у меня руки. Девчонки, знаете, до чего? Я сейчас переберу все лекарства. Потому что я знаю, что лежат уже, которых и срок, наверное, вышел. Где-то что-то, что-то докупить хочу. Потому что сейчас нужно, чтобы лекарства на всякий случай лежали, правда? Энтеросгель у меня, интересно. Вот это средство у меня всегда есть, когда, знаете что, когда море. Вот, он такой самый действенный раньше был. Сейчас, может, ещё что-то выпустили получше. Так, это у меня до 22-го года, кстати, он ещё действует. Ой, Тёма здесь у меня уже уборку делает, да? Тём, не надо, Зайка, положи. Она ещё, её надо помыть. Короче, развлекаемся как можем, девочки. Так, это мясо надо убрать. Зай, аккуратно. Смотрю, у меня мирамистин уже заканчивается. Надо сегодня в аптеку сходить. Я ещё купить. Да, надо, пусть будет на всякий случай. Так, девчонки, это уже коробки убираю. Атипакс у меня тоже уже пропал. Так, там Тумверда ещё пойдёт. Дальше. Вот это сейчас... Мне много раз девочки писали, Оля, не храни эти таблетки в этом, скажите, в холодильнике. Ну, кое-что тут надо перебрать. Кое-что нужно хранить в холодильнике, а кое-что, конечно, не нужно. Из-за этого, конечно, вот, смотрю, хилохамод какой-то у меня тут есть. До 21-го года. Это, по-моему, для глаз раствор. Так, нурофен. Что у меня тут? Зодок. Еренат это тоже уже можно выбросить, по-моему. Да-то... А, нет, подожди, он до 23-го года, Тём. Он вам ещё пригодится. Так, вот, свечки и фиралган давай сюда положим. Давай. Так, это мазь. Бакс-сет нам тоже нужен. А, там выкидывает баночку? Да, это не баночка. Это вот эти выкидывай коробочки, они не нужны. Мамин помощник пришёл, да? Ты мамин помощник? Да. А Илюшка, кстати, там в лего. Это тоже выбрасывай. Это плохой срок вышел. А Илюшка там у нас играет в этот, в лего. Наконец-то дорвался до лего. Дошло и до лего, то есть дело. А то вечно мы в лего как-то не особо. В мелкое я имею в виду. Так, вроде всё собрала. Убрала. Я так сейчас уберу в другое место, не в холодильник. Салат она крошила. Буду салат. Мальчишки, кстати, у меня кушают салат. Огурцы, помидоры, кстати, последний. Надо, не знаю, у нас есть рынок тут у нас, я не знаю. Сегодня, если маски куплю, утром хочу съездить всё-таки на рынок, прикупить овощей подешевле, которые, да, девчонки? У меня и кабачки, и баклажаны хочу взять, огурцы, помидоры, зелени побольше взять, хотя бы на неделю. У меня яблоки, всё позакончилось, не знаю. Сейчас, если схожу, маски найду, поутру, наверное, съездим с мужем за этими, за овощами, фруктами. Ну, не знаю, ещё тоже это не точно, посмотрю. Вот, потому что без овощей как, вот без фруктов тоже детям, не знаю. Может, сейчас схожу сюда в магнит в наш. Так что ужин приготовила. Я вам снимаю, вот целый день у нас так проходит. Мальчишки там валяются в лего, у них мультики идут. Я целый день готовлю, убираю. Ещё огурчик, зая, я порезала последний сюда, в салат. Давай салатик положу. Ну что? Ну, не расстраивайся, купим сейчас огурчики. Ребята, сходила быстро на рынок. Представляете, у нас тут на нашей территории, где я живу, 4 аптеки. Нигде нету масок. А я ещё позавчера зашла, были детские маски, я не взяла. Вот сейчас себя ввиню. Взяла 2 килограмма вот яблоки у нас разные здесь, с похрумкой. Я вам угощай. Вот эти такие ароматные, надо было больше взять. Зайчики, идите пока, я сейчас сумки разберу. Вот сейчас ты потрогал печенье, а уже нужно руки мыть. Иди мой. Так, дальше что взяла? Взяла апельсины. У меня дети очень любят апельсины. Вроде сказали, хорошие апельсины, здоровые вот такие. Взяла апельсины, сейчас я их, наверное, помою, потому что уже не буду ложить. Потому что, девчонки, хочу мытые ложить. Сейчас нужно всё мыть. Дальше взяла огурцы, помидоры, баклажаны взяла. Тут зелень. Огурчики, огурчики по 160, помидоры 220. Этот по 200 баклажаны. У нас здесь дорого. Да я знаю, что вы мне напишите, что это очень дорого. Потому что здесь рынок при доме, конечно, дорого. Но уехать куда-то, сейчас здесь толпы людей, я не хочу. Взяла вот такую целую зелень. Тут у меня петрушка, укроп, кинза, всё там, зелёный лук. Взяла две свеклы, капусту молодую. Хочу сделать в скором времени борщ. Так, дальше что взяла? Вот эти печенья взяла. Увидела, я их редко встречаю, но они самые вкусные. Дети просто их обожают. Взяла чёрный перец, сметану свежую. Сейчас Макс пошёл в магнит, бананы ещё возьмёт. Взяла молочной вот такой колбасы. Взяла вот такой с жиром колбасы, это Максу. И взяла большой сыр голландский, вот такой Тёме. И Тёма у меня просил... Что ты просил, Зай? Гущёнку, да. Потом взяли ещё печеньки. Такие дешёвенькие, ну, чтобы было по 90. 100 рублей. Взяла вот такие бублики. Знаете, девчонки, сейчас самое важное... А, ещё знаете, что взяла? Взяла вот такие конфеты. Я взяла бублики. Сейчас, Зай, подожди. Взяла вот такие конфеты, сейчас я их уберу до хороших времён. Для Пасхи. Смотрите, какие конфетки. Мам, у меня и бублики. Да, Зайка, да, вот такие. Ребята, сейчас это я спрячу. И Тёма, конфетки эти нельзя. Мама убирает, скоро Пасха. Понял? Вот. Так что, девчонки, ну, вот и всё, в принципе, что взяла. Такие продукты первой необходимости, можно их так назвать. Ребят, ну и на весёлой ночи... Ну, о ночи, говорю. Весёлой ночи хочу закончить мой влог. Это уже третья помывка... Нет, четвёртая помывка моей посуды. Вот. Так что, девчонки, вот такой у нас классный, весёлый день был. Конечно же, мама не устала. Всё прекрасно. Главное, что дети здоровы, не болеют и сидят хрумко от печенья. Ну, а на сегодня всё, мальчишки. Всем пока-пока! До скорых встреч! А мы на сегодня всё. Пошли отдыхать! Пошли отдыхать!